Лесов Волосы Они очень помогают Остальным валькам Остальным деревьям Еще Человек Созданы специальные Зеленые отряды Они охраняют Лесом браконьеров Икея Это такие люди Которые живут в лесу И ухаживают за лесом Они следят, чтобы не было пожаров Чтобы в лесу не было браконьеров Чтобы не убивали животных И И чтобы Не поругали лес Лесник Он следит Чтобы Чтобы летом не было Очень много сухих деревьев А если он случится Лесник Живут в пожарном И И Эпидемии Потому что если будет эпидемия Звери начнут погибать Лесник следит за радиацией Если будет Если будет Радиация Тогда Могут Могут погибнуть Очень много Животных И чтобы в лесу не было И лесник следит Чтобы в лесу не было мусора Могут Еще есть Многие люди Их называют Зеленый патруль Зеленый патруль Они следят, чтобы В лесу не убивали Незаконно животных И чтобы не было Разных баконьеров Сообщество Они очень красивые Но из-за деятельности чувак вверх Он теряет свою красоту При этом нарушается природное равновесие А понятия природное сообщество И природное равновесие Очень связаны друг с другом То люди загрязняют природу то от этого нарушается природная равновесие. А если нарушается хоть одно природное равновесие, то нарушается и всё природное сообщество. Поэтому очень... Если нанести хоть маленькую ура на природе, то это считается нанесением и маленькой ранее земли. Но землю нужно беречь. Мы должны ныне губить леса, защищать его. Всё, у меня ещё заключение. Здесь хвойные истинные деревья. Например, гидровая сосна и... 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 Тоже в зоне лесов, да? Смешанные лиственные и хвойные. Хвойные леса называют тайгой. Это северная часть леса. Там растут только хвойные. Например, ели, ёлки, пихта. А в смешанных лесах растут лиственные деревья, как дуб, лиственница, берёза, тополь. Человек вырубает леса, чтобы проложить железные дороги, шоссе, сделать посадочные полосы для самолётов, чтобы строить города, посёлки, деревни. Но из-за вырубки человек нарушает природное сообщество. Без деревьев не могут жить те животные, которые обитают на деревьях. Например, птицы. А на пустарниках каждый хищник, например, кошек, может заметить птенца, и тогда его схватит, и не вырастет моим птенец, и не будет продолжения рода. А пилы, чтобы не нарушить природное. Надо вырубать те деревья, не младые, а сухие, уже расчищать те деревья, которые упали. Может, строить надо уже все деревья, да? А что человек может сделать, чтобы родиться? Кто-нибудь сажать деревья. Какому-то меньше, какому-то больше. Тем деревьям, как и сосны хвойные, они растут, расположены ближе к северу. Там лето намного теплее, чем в Кундре, но там еще остается многолетний межзлотан. Южнее их находятся смешанные и широколистованные леса. Им требуется намного больше тепла. Там зима мягкая и очень теплое лето. Деревням требуется не только тепло, но и влажность. Поэтому в зоне лесов на них создаются все условия для роста деревьев. Хвойных лесов и широколистов. Ты отразила какую часть этого богатства лесного? У тебя изображена какая часть? На что ты настраивалась? Я хотела еще рассказать, как человек вредит лесу, но как я уже рассказывала. Елена, что у тебя изображена? Какие? Какая часть? А вот это? У меня смешанные. Ну ты имеешь тоже право рассказать своими словами, может быть, более четко сформулировав. По смыслу тоже, но, может быть, ты более кратко, более четко выразишься. Также люди очень вредят лесу. Тем то, что они вырубают, потому что, как из леса, очень делают много вещей, как бумагу, краски, фото пленку и генопленку. Также в лесу возникает очень много пожаров, так как люди выбирают не очень подходящие места для разводения огня. Многие люди уходят не тушить огонь, поэтому получается, что возникает пожар, и очень много лесов угорает. Также в лесу нельзя мусорить, потому что нарушается природное сообщество, и вот осколки стекла и железные банки отражают солнечные лучи и возникают пожары. Также надо разводить прады на косты, чтобы не оставлять темное пятно, которое очень забрестняет, очень вредит лесу, и делает его некрасивым. Поэтому надо перед тем, как разводить костер, надо снимать траву, и только тогда разводить костер. А потом вот тот кусок, который снял, надо положить на место. Тогда их лес будет... Потом пламя опять восполняется, и лес опять горит. Ну, ты отразила это, да? В своем проекте. У нее действительно, что там происходит у тебя? Неса, где-то зайцы. Есть самая нежная 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 с этим трава. Это трава, это... Потом... Кто-то поможет или... Чего, Вика? Все, ты... Ну, про лес, про ярусы. Расскажите, что там. А Вика, может, ты сейчас сформулируешь тоже? Имеешь право первого приоритета? Ну, кто-то, конечно. Самый верхний ярус, это деревья. Второй ярус, это кустарники. Третий, это маленькие кустарнички. Четвертый, это травы. И самый последний, это мхи и лишайники. Третий, это тепло, поэтому они самые высокие. А тем, которым нужно поменьше тепла и света, поменьше. Спасибо. Что-то надо, чтобы люди вырывали деревья. Но это, чтобы... Нельзя вырывать деревья. Люди срывают растения очень часто в одних и тем же вездах. И если... Можно срывать разные растения, но в одних и тем же вездах. Так, Вика, тоже стараюсь? Нет, дорогие. Блюда, ягоды, молодые побеги деревьев, кустарников. Поэтому в лесу так много животных. В лесу животных хватит места. Даже еще оставится. Бобры, они строят свое жилище. Бобры, они строят себе хатки из деревьев. В лесу очень много птиц. Таких, как кукушки. Ну, вот изображена, да? Ягоды, собы и другие животные. А есть еще наземные. Это лоси, кабаны. Некоторые животные занесены в красную книгу. Они занесены в красную книгу потому, что в красной книге все те животные, которые редкие. Люди в лесах строят. Некоторые на них не обращают внимания. Вот маленький костер, он сам может потухнуть. Зачем его потушить? Но если солнце... Вот если сухие листья, и солнце... Ну, и температура очень большая. 26-30 градусов. То пожары разрастаются. И получаются лесные пожары. А лесники... Ну, вырывают леса для построения дорог, полей, домов. А... Вот обычно лесники не допускают этого. Но они смотрят, чтобы не вырывали. И за это строго наказывают. И вот барканьеры этим образом получают себе деньги. Часть нашей страны. Скажем, что в лесной зоне обитает зону перелоку. Так... Выси, ну-ка... И вот у тебя браконьер приехал на машине, да? Баконьер бегает и походится на машину. Еще что-то? На машину. Еще что-то таблички, чтобы знали, когда можно ходить в животных, а когда нельзя. Да, но мне это нарушалось. В чудовом лесу не всегда бывает вечная мерзлота, как глупые цены. Там иногда бывает... Это что, сверху? Это что, сверху? Это что, сверху? Молодец. И это что? Молодец. Для того, чтобы делать, они убивают, например, лис из-за того, что у них очень тёплый мир. Когда люди могут истребить их, то будет очень много заяц. Это дерево сносить, много откладывать дорогу. Для того, чтобы ездили машины. Люди ещё обливают звери для мяса. В особой охране. Судьба природы, наша судьба. Красота природы, красота планеты. Бережём природу земли. Южнее зона лесов. Зона пустынь – это безлесная равнина. В степях более теплее, чем в лесах, потому что солнце находится выше над горизонтом. В степях бывают дожди, но они не так часто. Бывают очень сильные засухи, особенно летом. В степях много травянистых растений, как, например, кавы. и черпаны и ещё многие другие. И много мелких животных, грызунов, сусликов, хомяки. Человек в степи пасет стада. Если вовремя не перевести стада на другое место, то они могут поесть всю растительность. И в этом месте долго не смогут грызть растения. Еще человек сажает в степях культурные растения. Нераспашенные места степей называются соляными. Но человек делает хорошее для степи. Создает заповедницу. Чтобы защитить степь, надо создать специальную организацию. И чтобы растительность в степи очень продоводна плодородная почва. Поэтому там так много растений. Так как там только есть травы и нет деревьев. Промежуточная линия лежит между лесом и стерью. Зазывается лесостель. Животные в степи живут. Они приспособились там только мелкие животные. Так как там нет деревьев, а большие здесь животные, если бы там были, то они бы не было заплясаться. А хищник. В начале лета там растут. Летом, зима очень холодная, но короткая. Весну ты постаралась изобразить. Весну ты постаралась изобразить. Такую цветущую степь, когда еще не выжжена она солнцем, когда еще хватает влаги для цветов. Солнце в степи стоит без оконных горизонтов. Из-за этого климат в степи. Солнце в степи. Солнце в степи. Солнце в степи. В степи. Изданя растроливай. Далее распорядка. Многие люди отдыхают из степи. Сады создаются заповедниками, которые охраняют детьми живетами. В питомниках разберутся, а жирами красавцам откладывают свои яйца. Приходите собирать яйца жирами красавцам и разводите жирами красавцам и питомниках. Чтобы помочь им выжить, да? Потому что есть вот угроза со стороны кого? Человека опять же другого, да? Который пашет. В доме степень, много животных. Степная гадёрка, сосны, хорьки, мыши. Температура поднимается только плюс шестидесяти градусов. В пустыне бывают подвижные пищи. Заш, прошу прощения. Заш, прошу прощения. Они живут все на своем пути. В пустыне есть животные. Живутные блюда, змеи, ящерицы, растения. В пустыне, вертюжика, рюкзи, саянка, джузгы. В пустыне. Двигаются к растению и съедают его. Двигаются ящерицы и растут растения. Однажды, даже в 400 лет, не было дождя. В какой-то год, да? У тех растений, которые растут в пустыне, очень длинные корни. В пустыне есть растение вербюжья колючка. Оно очень распространено. Корни у него возникают до сантиметров. Колючку очень любят поедать верблюдам. В пустыне растут в пустыне солярка. У них тоже очень большие корни. Никто не знает про перекати поле? Не слышали про такое растение? Не слышали. Ну, значит... Ну, нам кажется, что надо разговаривать. Еще раз. Угу. 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 У меня блюдо идет на питание. Я вижу коленочки. Угу. Они тут живут working, потому что им не надо много влаги. Им достаточно той влаги, которую они получают из растений. Там есть верблюда, они питаются верблюжьими колючками. Сайгахи, они часто ходят в поиски пищи. Разведем их, а то уже не очень близко. И там очень жалко. И чтобы пески не разносило, то есть такие растения, которые, например, уже колючки, у них очень длинный корень, и они как бы удерживают пески. А вот происходит все, что сейчас у тебя происходит. Верблюда, они сейчас себе пишут, а эта девочка, она уходит и рассматривает пустырь. Пришла на экскурсию в пустырь. Как ты их положишь? Что он делает? Делает человеку? Лучше. Она еще, она пустыню исследует. Она исследует, она у нас исследователь. Хорошо, спасибо. А в пустыне что можно добывать? Какие полезные ископаемые, вы знаете? Можно добывать в пустыне. Человек часто вредит, когда делает трубы, чтобы проложить воду. Он считает, что в пустыне очень мало воды, и прокладывают трубы, в котором идет вода в пустыню. Там, когда прокладываются трубы, то умирают животные, такие как тушканчик, разные грызуны. В пустыне очень много разных ящеря. Есть ящерка-круглоголовка. Она может почти моментально закопаться в землю, если чувствует поблизости опасность. Когда человек видит в пустыне оазисы, то он идет быстрее туда, потому что в пустыне очень жарко. В пустыне есть разные растения, такие как бружья-колючка, джузгон. Также в пустыне очень есть змеи, чтобы там жить. Также он выращивает разные растения. Когда эти растения посыпают ядохимикатами, то тогда ядовитые порошки могут попасть и к другим животным. Они тогда могут умереть. Но это характерно не только для зоны пустыни, для других зон тоже характерно. В большей, может быть, степени, чем для пустыни даже. Еще надо ладимся посмотреть. Лесо, здесь у меня овени, переправляются к воде, чтобы можно было пробиться. Я, я, я. Ну, Миша, переводи на вторую часть, это самое, чтобы... Ты рассказываешь про лес, Никит, и про свой проект, который ты, это самое. Вот выбирай тему, которую ты можешь рассказать. Ну, слушай, ошарашила я тебя в проектах. Кто-то может сказать? Скажи, пожалуйста. Меня работа в проектах научила тому, помогла мне в природоведении. При изучении тем природоведения, да? Так, сложно было трудиться в проектах? Есть. Да. Трудно, да? Миш, безусловно, непросто. Кому-то легко, я...